Добрый день, дорогие зрители! С вами доктор Константин. Сегодня боли в желудке, но с жжением. Эти боли могут быть постоянными, спастическими, внезапными, хроническими. Либо человек, скажем так, покушал, а после еды почему-то начинается жжение в желудке. Итак, давайте выяснять, что же такое. Западная медицина нам говорит, что любая форма гастритов может себя так проявлять. Панкреатитов. Это может быть проявление холецистита, либо язвы 12-перстной кишки. А вот чтобы мы с вами не гадали, мы сразу говорим, очень тяжело, согласно даже восточной медицины, определить корень заболевания желудка. Почему? Ответ. Потому что корень болезни 12-меридианов содержится не во всех 12-меридианах. Это содержится в одном из тех меридианов, которым мы даже не подразумеваем. Но мы знаем, что все 12-меридианов контролируют наш с вами желудочно-кишечный тракт. Потому что диагностика 12-меридианов при всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также боли в желудке с жжениями, гастритами, холециститами, язвами, что хотите. Воспаление ЖКТ, либо желудка, рвотных, практически все. Нужно провести диагностику 12-меридианов и знать, в каком состоянии все 12-меридианов. Почему? Потому что внешние меридианы передают энергетику внутренним меридианам. Все внутренние 12-меридианов контролируют наш с вами ЖКТ. В каком они состоянии? Многие не знают. Приведу пример. Человек пришел с рыжей пищевода. Все 12-меридианов воспалены. Вот пока мы с воспалением не убрали тому человеку, не успокоился его желудок, не прошла грыжа. Не стал на месте кардия, то есть место соединения с желудком и пищевода, область кардии. Дальше, давайте проснем пример. Человек пришел с язвы 12-перстной кишки. Все 12-меридианов слабы, вялы. Что он не делает, помочь себе не может. Начали восстанавливать все 12-меридианов, стали потихонечку они двигаться, что к норме, что и стала болезнь оставлять человека. Вот и все. Очень просто. Вот я привел вам два примера. Поэтому диагностика 12-меридианов обязательно. Точки ШУ расположены вдоль позвоночного столба, по ходу меридиана мочевого пузыря. Пожалуйста, я вам показываю этот меридиан. Они контролируют наши с вами органы. Отчасти точка В19 Даньшу, она может служить точкой скорой помощи, которая сразу же может помочь при боли в желудке с любым проявлением жжения. С любым, сразу мы говорим. Но вы снимете только что эту боль. А желудок так не станет в норму, сразу вам говорю. Поэтому диагностика 12-меридианов здесь стоит на первом месте. А точка скорой помощи при боли в желудке с любым проявлением жжения, В19 Даньшу вам в помощь. Данная точка расслабляется. Спасибо за внимание.